Сегодня в полночь на первом километре проспекта космонавтов в Екатеринбурге водитель Жигулей 10 модели, спасая ценнейший груз нитратов, предпочел врезаться не в КамАЗ с арбузами, а в дерево. На этот отчаянный поступок его в буквальном смысле подтолкнул, по его же словам, очень некорректный поступок КамАЗиста. Я ехал по проспекту космонавтов, километров 80, наверное. Тут этот КамАЗ фура поворачивала. Дорогу не уступило, выехал на середину. Я нажал на тормоз, меня занесло. Как вы уже поняли, после столкновения с зеленым другом водитель Жигулей, к счастью, выжил. Более того, прибывшие вскоре врачи не нащупали у него ни одного перелома или иных сколько-нибудь серьезных травм. Однако поначалу, сразу после деревянного удара, ему все же потребовалось некоторое время для того, чтобы прийти в себя. За это время КамАЗ, не задетый Жигулями, неспешно свернул с космонавтов в ближний переулочек, однако там все же остановился. И пока потрясенный водитель легковушки выбирался из своего покореженного авто, несколько сознательных и неленивых очевидцев несправедливости сгоняли до него и переписали номер арбузовоза. После этого КамАЗист, сославшись на жуткий цейтнот, заявил, что ГАИ он дожидаться не намерен и отправляется дальше на четвертую базу. Если что, мол, ищите там. Если кто не знает, четвертая база располагается среди массы прочих подобных на складской улице Завокзальная, и наши многочисленные южные кормильцы традиционно аккумулируют там свои фруктово-овощные запасы. Интересно, зачтут ли гаишники арбузовозу этот уезд как оставление места происшествия или нет? Ну а водителю разбившейся десятки дожидаться гаишников по-любому пришлось, хотя скорые эскулапы настойчиво советовали ему съездить на рентген. Ну, предлагали? Я как бы отказался, потому что машину как оставить?